Такой простой, казалось бы, момент набрать воды для пенсионерки Валентины Проскуриной в новинку. До этого ведра наполнять приходилось в колодце. Теперь во дворе красуется кран. А скоро трубы заведут и в дом, рассказывает хозяйка. Без воды, всю жизнь без воды живет. А возили нас в бочках. Вода бывала и грязная, и, как говорится, с Кубани. Какая течет. Стоседы приходили часто, брали водичку у меня. Вода в Беломичетской пропала в 90-х, когда Карачаева-Черкесия вышла из состава Ставрополья. Питалась станица оттуда. С тех пор селяне перебивались кто как. Колодцы, водоводы, техническая вода из бассейнов. Теперь есть свой забор из Кубани, который не будет зависеть от перепадов уровня реки. Новый водовод осмотрел и глава края. Сколько людей сейчас подключились и имеют уже воду чистую? На сегодняшний день 175 воров. Из? Из? Из тысячи. А остальные когда? Ну, все зависит от возможности людей. Строительство колодцев на них возлагается. Но на сегодня мы выдали уже 570 технических условий. На строительство всех сооружений ушло около двух лет и 160 миллионов краевых и федеральных рублей. Сегодня мы можем сказать, что завершены все два этапа строительства и подводящих, капитальный ремонт разводящих сетей, и очистные сооружения, и насосные станции, накопительные резервуары. Все сегодня готово. Сегодня уже первые жители столицы начали получать качественные питьеводы. Следующая точка поездки – Невиномысский азот. Здесь делегации показали новый цех по производству пищевой углекислоты для газированных напитков. Он заработал минувшей зимой. Мощность – 4 тонны продукта в час. В перспективе завод рассчитывает на крупные контракты с мировыми производителями газировок. Еще более масштабный – аммиачный цех, недавно обновленный. Вырабатывает без малого 2000 тонн в сутки. Кстати, многие линии промышленные гиганты расширяют в рамках совместных с краем инвестпроектов. Это те меры господдержки, которыми мы обладаем и которыми мы с собственниками предприятия работаем. Но я хочу объяснить, что мы просто так налоговые льготы не даем. Мы согласны, нужно развитие, но нужно развитие не только Невиномысскую, я имею в виду азоту, но еще и городской черте. Поэтому ремонт Олимпа, строительство Ледового дворца и дальнейшие наши социальные проекты, школа Мельниченко и дальнейшие социальные проекты – это то, ради чего мы даем на налоговые льготы и то, ради чего мы способствуем сегодня развитию таких предприятий. С 2015 года Край и Невиномысский азот реализовали пять инвестсоглашений по модернизации и увеличению производства. Сумма около 10,5 миллиардов рублей. С этих денег индустриальный гигант получил льготы – полмиллиарда. Как раз они пошли на развитие социальной сферы Невиномыска. А до 2023-го стороны планируют реализовать еще один проект на сумму больше 4 миллиардов рублей. А по химическому производству сегодня прошлись Никита Шишков и Антон Красов. Ставропольское телевидение.